Всем привет! С вами, как всегда, Аня. И сегодня на моем канале будет прохождение квестов шарами, но прежде чем начать проходить квест, я вам хочу кое-что сказать. Сегодня я пробовала снимать стрим. Если что, ребята, ссылка будет в описании, обязательно его посмотрите и оцените. И, ребята, сначала я хотела сделать стрим именно про шарам и делала тестовый стрим. Но вы его не, к сожалению, сможете увидеть, потому что, во-первых, он получился просто ужасным, потому что программа все время глючила и мешала мне снимать. Поэтому я решила видео про шарам со стримом отложить куда подальше, когда найду новую программу для съемки стрима. Ну а так, я попробовала взять стрим, так что ссылка будет в описании. Снимал я его, ну, фактически час, то есть 51 минута там была. Стрим, как по мне, получился очень интересным. Обязательно посмотрите его и оцените. Ну и еще, ребята, к сожалению, когда я начала стрим, первые, наверное, 5-10 минут, к сожалению, никто не знал, что я его начала, потому что он был закрытым. И я это поняла только минут через 5 и уже включила, чтобы он был открытым. Ну что ж, ребята, давайте начнем проходить новый квест. Ну и еще, ребята, как только я начала проходить новый квест, у меня камера, то есть, которая снимает мое лицо на хромакее, не записала меня. Поэтому квест я, к сожалению, начну проходить не сначала, но я вам объясню все по ходу дел, потому что многого вы не упустили. Там, в принципе, только начало, то, что нам показывают, что каким-то инопланетянам нужна помощь. И все. Вот, мы должны кликнуть на антенну и собрать вот такой вот пазл. Это вот такой вот акватумб. И, знаете, он похож на тот, что у нас в школе стоит. У нас тоже такие по всей школе расставлены. Судя по фотке, эта штука называется акватумб и лежит на дне океана. Найдите надоков в море в шараме и спросите, не видели ли они ее. Хорошо, ребята, давайте пойдем искать. Я умею гадать по водорослям. Принеси мне их, вдруг, гадание подскажет, где искать акватумб. Хорошо, пойдемте за водорослями. И идемте дальше искать. Я поищу акватум в своей картотеке. Знать только, сколько карточек предстоит изучить. Найди самое большое число на картинке и запиши ответ. Эмммм, и это у нас число 42. Его мы и записываем. Окей, странно, все проверил, нигде про акватумб ни слова. Может, дорогой знаток, море шарам, поможет тебе. Хорошо, давайте пойдем их искать. Сверимся с картами сокровища, наверняка акватумб на них отвечен. Найди все карты за одну минуту. В принципе, это легкое задание, и я с ним смогу справиться. Интересно, на картах никаких акватумб не отмечено. Может, другую знатоку море шарам поможет тебе. Хорошо. Мой питомец сможет поискать акватумб, но уж более медленно он плавает, покатая питомца Озика на катере, чтобы он быстро обследовал меня. Хорошо, мы должны заработать 700 баллов за один раз. Давайте начнем. Ну и ну, совсем ничего не удалось найти. Может, другой знаток, море шарам, поможет тебе. Хорошо, идем в подводный мир. Мои казани говорят, что Дора не зебра, а эти полоски у меня нарисованы, а про Кватон не слово. Может, другой знаток, море поможет тебе. Ищешь Кватон, сначала принести мне мою энциклопедию. Кажется, я оставил ее в том месте, где всегда много книг. Хорошо, и это школа магов. В книге сказано, что в древности моря покрывали почти всю землю, а пустыня в Египте была в одном океане. Ищи Акватум там. Хорошо, давай сюда поедем. Акватум должен быть здесь. А смотри, снимать. Забросить в Бозе ручку. Вдруг Акватум клюнет, распутая леску, отметь все неправильные варианты. Крутота, ты нашел Акватум. Давай отведем его пришельцам и спасем их. Хорошо. Странно, пришельцев, которые звали на помощь, сейчас нет. А смотри, с предметами на этой планете подскажут, что случилось. Напиши, из чего сделаны кристаллы на планете. Они сделаны из соли. Отметь, как выглядит ракушка. Это вот таким вот образом. Сколько ламинарий растет на планете? Три штуки. Экового цвета тин на передатчике. Ээээ, такого зеленого цвета. Окей. Ну вот же, я все понял. Ой, я ничего не поняла, расскажи мне. Итак, мы видим пустыню кристаллы соли и водоросли и тин. Лично я вижу здесь уныние и тоску. Ясно, здесь было море, но оно засохло. Конечно, из-за засухи пришельцы просили о помощи. Ну и жара. Подайте воды, где же нам теперь этих пришельцев? Не знаю, наверное, придется обойти всю планету и потратить на поиски года. Стойте, мой стакан заговорил. Так, говорящий стакан, но ничего он хочет. Это мы звали на помощь, наша планета засохла, поэтому спрятались в этом стакане с водой. А без воды мы жить никак не можем. Раньше у нас был свой акватум, который создавал на планете океан. А потом он взял и сломался. Часть акватум бы разбросил по многим планетам. А вдруг ваш акватум поработает и вернет на море? Попробуйте его включить, и мы вам подарков дадим. Хорошо, давайте попробуем. Ну, это довольно легкая игра. Ух ты, эта штука заработала. Смотри, что происходит. Итак, смотрим. Он наполняет весь океан водой. Выбери подарок. Я выбираю водопланетную дулю. Спасибо. И, ребята, давайте пойдем ко мне в клуб и там посидим. Можно вопрос? Конечно. Аня, всем привет. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Аня, можно вопрос? Конечно. Когда выйдет ролик? Я думаю, что он выйдет завтра. Аня, продолжай снимать ролики. Ты лучше. Спасибо. Ты круче всех. Спасибо. Может, на вопрос? Конечно. Аня, ты лучше. Спасибо. Аня, как будет называться ролик? Ну, я даже не знаю. Наверное, что-то придумаю. Аня, ты можешь передать мне привет? Мое имя Айгера. Ну, что ж, передаю тебе привет. Аня, может, на вопрос задавай. Как ты узнала про Шара? Ну, знаете, я, когда была маленькой, очень любила мультик с Межарикой. Вот, один раз наткнулась на Шара. А после момента я купила. Ань, ты любишь шоколад? Да, я очень люблю шоколад. Нюша Тойс, ты супер. Спасибо большое. Ань, ты крутая. Спасибо. Когда следующий стрим? Ну, я думаю, его сделать, может быть, даже завтра. Или даже на этой неделе я его сделаю. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал и наше лайк. И на нем будут выходить мои стримы. Ань, ты снимаешь? Да, я снимаю. Ань, ты будешь снимать влоги? Да, я буду снимать влоги, но я думаю, что я буду их снимать летом. Когда буду ездить в миру на дачу, ну, или, может, куда-то за границу, в миру в Испанию, может, в какую-то другую страну. И там я уже буду снимать влоги, как я буду отдыхать. Ты когда выпустишь видео? Думаю, выпущу я видео завтра утром, ну, или, как-то, попозже. Ань, ты будешь снимать видео про другие игры? Да, я буду снимать видео в миру, могу писать про Симс. Да, и вообще, напишите в комментариях, какое же вы видео хотите от меня видеть. Ань, что ты больше любишь? Конфету или зефир? Ну, мне очень нравятся конфеты, они вкусные. Ань, Ань, что ты самый лучший в мире? Спасибо большое. Аня, супер, Аня просто не верит в нас. Прикольненько. А какой твой любимый цвет? Черный. Конфеты или торт? Естественно, торт, потому что он больше конфет. Раза два, три. Ань, про луквы снимаешь? Ну, я уже сняла квест про самый новый. Это сигнал SOS из космоса. Ну, в общем-то, ребята, сегодня я хотела сначала снять стрим про шарам, но потом, как только я сделала тестовое видео, он у меня весь лагал. И, понимаете, я решила отложить пока что это видео на дальнюю полочку, пока я не найду нормальную программу, с которой у меня шарам не будет лагать сильно. Потому что и сейчас у меня вот вообще не лагает шарам, и у меня 40 гостей. А вот тогда было 10-15, и он у меня шутко лагал, как будто у меня их там... Поэтому я решила найти какую-нибудь другую программу. Но потом я решила взять обычное видео, где я буду отвечать на ваши вопросы. Я такое видео сняла, так что ссылка будет в описании, обязательно посмотрите. И, знаете, ребята, все-таки оцените это видео. Если вам оно понравится, то я сниму еще такие видео. И, может быть, дальше ему стрим, к примеру, с шарамом, ну, или с Sims, или с какими-то другими играми. Так что пишите обязательно в комментариях. И ссылка в описании будет. И подписывайтесь на мой канал, не пишите лайк, потому что в нем будут выходить мои стримы и мои влоги. Аня, ты любишь милки с изюмом? Знаете, мне очень нравится обычный молочный шоколад, без всего вот этих добавок. Аня, пиши, сколько у тебя сейчас времени. Ну, у меня сейчас довольно поздно, то есть 23.34. Ну, мне кажется, это реально довольно поздно. Потому что обычно я снимаю видео, ну, наверное, в 10-9 часов. Ну, как получится, в принципе-то, по времени. Как только я могу снимать, я сразу же снимаю. Ну, и также еще мне надо в школу вставать. Ну, ладно, высплюсь за 7 часов, смогу выступить. А, какого это быть ютубером? Ну, мне кажется, это, конечно, все-таки труд, это сложно. Потому что все-таки нужно выпускать видео. Я стараюсь выпускать каждые дня три. Но все-таки не всегда это получается. Потому что все-таки, ребята, у меня и школа, и домашние работы, и ютуб, и все эти дела. А еще я на какие-то кружки дополнительные хожу. Поэтому, ну, я стараюсь ритм свой поддерживать видео. У чего я слово стараюсь и пытаюсь. А, какой твой любимый напиток? Ну, мне нравится напиток, это Тархун называется. Кого из ютуберов ты смотришь? Ну, я смотрю разных видеоблогеров, ну, в основном самых популярных. Например, Саша Спецбург, Кати Клеев, там их... А, какой-то любимый напиток, Pepsi или Cola. Ну, мне больше нравится Cola. И, ребята, еще скажу то, что я практически сегодня весь день снимала. Пришла домой, там сделала домашнюю работу и сразу же принялась за съемки. То есть, сделала стрим и сейчас снимаю для вас квест в Шаараме. Так что, ребята, во-первых, здесь от меня видео с игрой Пирог-Лицон. И у меня еще есть очень много игр для того, чтобы я их сняла. Во-первых, очень много настольных игр. Их, наверное, штук 5-6. Может, меньше, может, больше. И все от разных компаний. Поэтому, ребята, ждите видео на настольных играх. Скоро они будут на моем канале. Ну, и не только от Hasbro, и не только от компании Яигнику, но еще от одной компании, но уже о какой вы узнаете потом. Ну, и вообще, ребята, напишите свои предположения в комментариях насчет этого. Ну, что ж, ребята, к сожалению, мне пора заканчивать свое видео. И еще раз повторюсь, если вы захотите посмотреть мой стрим, то ссылка будет в описании. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok